Художный эксперимент в Петербурге шокировал поклонников Достоевского. Постановка по роману «Идиот» теперь напоминает травести шоу. Наш собственный корреспондент северной столицы Леонид Рыжиков поговорил с исполнительницей главной роли Мышкина Ингеборга и Депкунайте. На другах выставать, на душу, больше ничего. Безсказанно, не убей, за то, что он убивал его убивать. От привычных длинных монологов из текста Достоевского здесь практически ничего не осталось. «Идиот» постановки режиссера Максима Диденко скорее вольная интерпретация классического произведения. Герои почти не разговаривают. В клоунском гриме они общаются со зрителем с помощью мимики, танца и песни. Ореньки будут, 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 деньги будут, будут, будут. Позди, 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 у тебя! Сиди, 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 у тебя! Это какой-то клише все-таки, что Достоевский очень мрачный и совершенно невеселый, потому что я, читая роман, например, «Достоевский идиот», я прочитал его 9 раз и всегда я смеюсь. Мне кажется, там очень много смешного. Место десятков героев всего четыре актера в этой постановке. Многое перевернуто с ног на голову. Женщинам достались мужские роли, мужчины надевают платья и каблуки. Князя Мышкина центрального персонажа играет актриса Ингиборга Дабкунайта. Когда ей предложили принять участие в этой смелой постановке, она сразу согласилась. Все знают, что такое князь Мышкин-Достоевского. Мы можем только прочитать роман, и у каждого из нас сложится свое понимание этого. И мы делаем и рассказываем историю, то, как мы это видим. И, конечно, все наше или ничего. Все. А как это отличается от Достоевского? Полностью и ничем. Полтора часа, что уйдет спектакль, все актеры на сцене. Держит зрителя в напряжении, отработанный пластикой движений и сложной хореографией. Чтобы буквально носить друг друга на руках, артистам пришлось даже записаться в спортзал. До этого спектакля я поднимал максимум книгу или блокнот. И это для меня просто целый серьезный акт. То есть я очень много работал над тем, чтобы... Я не знаю, сейчас получится или нет. Нет. Пока нет. Даже если кажется, что это какая-то физическая нагрузка, но все равно она не бессмысленная. Это не то, что как вы говорите, просто мускулы качают. Нет, это все с какой-то целью и осмысленным. Круглая сцена, разделенная перегородкой на два сектора, вращается на глазах у зрителей. Минимум декораций. Белая стена оживает благодаря видеоинсталляции, создавая настроение и помогая лучше раскрыть характеры героев. Показан спектакля «Идиот» в Петербурге открывается театральная премия «Прорыв». Награду вручают молодым артистам и режиссерам за самые яркие, новаторские и экспериментальные постановки. Все то, что отличает театр современный от классического. Хулиганское прочтение Достоевского в жанре клоуна-де-нуар как раз один из таких примеров. Леонид Рыжиков, Сергей Попов и Мария Семенченко. РЕН-ТВ. Петербург.